эфире приветствую дамы и господа вас на трансляции у нас сегодня субботняя рубрика но не обычный прожектор а его версия прожектор про где мы устраиваем народную проверку различным методикам техникам идеям концепциям в общем всему тому что у нас обсуждалось на прошлых эфирах либо где-то в интернете обсуждалось а нам стало интересно и кто-то из нас проверил соответственно мы здесь как бы такой вердикт выносим до начинаем обсуждать сегодня у нас тематика это аутотренинг этот эфир был заявлен давно как-то раз но там по определенным статистам его пришлось отменить перенести а и вот недавно опять произошли странные события когда youtube заблочил прошлый стрим новостной за в общем я не буду перечислять ну в общем за неправильный нарратив нарушение принципов сообщества ютуба как они говорят хотя они где не пишут что это за принципы но вот им что-то не нравится значит нарушаешь и поэтому трансляция происходит сейчас на основном канале так как когда они страйк закидывают то запрет на заливку видео на неделю надеюсь скоро то это можно будет там трансляции проводить так как есть несколько идей и не хотелось бы терять просмотры перезаливая видео тем более будет несколько неудобно потому что они в разных вкладках там будут лежать вкладка видео и вкладка трансляции теперь отдельно идут вот и собственно к чему это рассказываю потому что мы тут вот за кадром уже обсуждаем определенные технические глюки звуковые были участников и много раз уже замечено что такие глюки они происходят когда какая-то тема либо внематричная обсуждается что тут такое тонкое мистическое вроде бы сегодня довольно простая да нужен они начались и вот бэтмен тут рассказывал что даже эмоциональный фон влияет на работу электроники правильно в этом он микрофон выключен проверено что влияет это я связываю с мозговыми волнами с излучением от головы короче говоря или кто электромагнит по всей видимости в основе своей учению и вот в процессе работы практической психотерапевтической через интернет ну там достаточно большой материал большая статистика и часто такое происходит что какие-то особо интенсивные сложные моменты в работе от него то отражаются на работе электроники связь теряет бои помехи могут возникать и напротив когда состояние ровно эмоционально как правило связь тоже достаточно ровно и корректно еще шахтере еще шапочка из фольги влияет надо поправлять это чтобы не влияло наверное это надо шапочку из фольги носить чтобы коронировать излучение от мозга я пока не пробовал еще но на следующих сессиях если будут неудачно я предложу пациенту себе все-таки попробовать шапочку из фольги чтобы перекрыть это виктор как ты рассматриваешь тему что вот есть какие-то бедовые люди и вот у них часто ломается техника электроника вот вот с нифига просто берет и ломается и как может быть твоя теория к ним тоже соотносится как-то и вдобавочку я узнаю узнал лично несколько людей таких бедовых что они постоянно себе что-то ломали падали то есть вроде бы адекватный и даже там занимаются спортом но постоянно как-то себя травмируют как если какие-то взаимосвязи вот с ними ну и здесь надо просто разделить поломки техники то что это может быть криворукий человек например вот может быть и про то что я говорю а вот что касается травм частых да то это скорее про аутоагрессию то прописать создательное желание все как-то навредить еще могу сказать про статику многие люди носят свитератом или что-то или просто какую-то синтетику которая очень статичная электроника этого не любят особенно современная мелкая где маленькие токи вот мне еще добавлю да что в таком раздраженном состоянии да мы всякие неудачи фиксируем это раз в десять сильнее чем спокойном состоянии поэтому у тебя там может быть связь не ладится в разные моменты но ярко запоминает что именно когда раздражен сразу с поломками у всех ломается техника она но железка есть железка но именно вот этот человек такой раз ты когда мы его часто называем вот он печалится об этом и сообщает всему миру что у него все ломается поэтому мы его замечаем начнем то есть а вчера у меня телек сломался мы сломался и сломался а у расстыки сломался это с ним что-то не то да ну потому что он столько размещается в своем несчастье да и это конечно не вроде и правило аутоагрессию да такая же психосоматика товарищ знакомый начал по себя там рассказывает этом пять раз там спортзале там все чуть ли нам ногу ломал руку ломал вот мы в итоге там в терапии так раз и подотпустила да нет совпадение а это все потому что вы едите мясо не лечитесь ну кстати верно ствол на то есть пытался по-разному справиться в ситуации не с той стороны заходил ну слава богу потом дорожку нашел вот позволь твою мысль дополню немножко прокомментирую потому что мы уже здесь начинаем подходить к теме эфира вот что человек имеет свойство настраиваться некоторым образом то есть да у него пошло что-то не так еще что-то не так зафиксировал в этом внимание он как бы входит в такое негативное состояние где он и видит что все не так действительно у него начинает не складываться то же самое может происходить с позитивом то есть человек наоборот может настроиться на позитивную волну до выделять при этом какие-то положительные моменты соответственно и он будет в этот момент несколько эффективнее вот у меня по этому поводу есть извини вот такой практически буквально пример я как-то с аквамена мы еще с одним его корешем сели играть карту и вот так получилось что кореш причем он такой умный парень все классно он хорошо играет карту вот что-то не задалось у него с первой партии и пошло раз проигрывать два проигрывать три-четыре уже не понимает что происходит когда я говорю чувак давай поменяемся местами просто пересядь на мой стул он пересел на мой стул и игра пошла почему потому что просто технически я ему сбил эту настройку небольшое изменение привело к изменению так сказать мышление это повлияло на результат погоди то есть ты считаешь наше мышление влияет влияет вообще на реальность конечно его и определяет потому что то что мы видим вокруг это все наше мышление точнее его проявление в отдельных аспектах интерпретацию до интерпретации и еще вот тоже пример про настройку и и как этого избежать у меня приятели значит менты рассказывали такое что вот бывает один они наблюдали что вот бывает сидишь и не идет дело не можешь не понять не разобрать что происходит когда они горят надо кернуть пухнуть и сразу дело начинает идти уже много раз замечали а другой говорит что а вот действительно вот бывает что сидели в нарядке там что-то ждали караулили нифига как только стакан принял сразу и нашелся человек уже вечером он пишет это самый явку с повинной то есть вопрос у нас поэтому алкоголизм так распространен что это отличный способ сбросить напряжение побочки там правда херовая но как методика слить напряжение отлично работает ну как бы знаешь данном случае тут наверно важно переключиться перенастроиться некоторым образом настроиться на другую частоту поймать другую волну это аутотренинг это как раз про такую самонастройку как здесь близко а способ такой вывалиться из головы просто тот случай который написал очень похож на очки да там программист программисты часто попадают в такую ловушку что ты как бы начинаешь тупить в каком-то месте от этого напрягаться от этого еще больше купить ходить по кольцу ходишь по одной тоже пробуешь и здесь уже и вот в этот момент надо напряжение как снять действительно переключить внимание из какой-то с третьей стороны на это посмотреть а буквально наш пошел чай попил пришел пункт за 10 минут все сделал такие ловушки ментально 2 минутки по поводу того что вы говорили пока не отошли далеко от темы насчет влияние на реальность и наши настройки все около этого я вот очень скептически отношусь тому как наши мысли могут влиять на реальность и могу объяснить свою позицию на примере игры в покер являюсь таким фанатом этой игры и когда-то играл на денежки потом перестал но в принципе до сих пор поигрываю иногда и вот я что играл виталий плохо играл перестал хочу не не нет играл то я неплохо но суть том что я не звезд неба не хопал и понял что это не очень мое но но как как игру покер я продолжаю любить и поэтому вот и хочу я вам поведать следующее как я вот вообще выяснил такой момент как везение и невезение и как влияет ли наш настрой на то как мы играем ну те же карты допустим или не влияет ну влияет на то что нам приходится мы же так говорим о том что мы можем как-то влиять на реальность и вот долго я коротко играл и не мог врубиться почему в один момент когда я вот расстроен грубо говоря мне действительно карта не идет и наоборот а потом все-таки где-то через годик-другой я заметил что это как раз наоборот действует наша психика когда мне карта не идет то я нахожусь в расстроенном состоянии потому что не могу реализовывать даже даже то что вот вообще мое а потом наоборот когда мне карта идет соответственно настроение поднимается и все реализуется и как будто я бы если бы не знал этого мог бы связать это вот с моим настроем но даже и это не главное главное было в другом что я подметил так называемые волны или качели везения или то как нам вот идет какой-то позитив или негатив от этого мира я заметил что они регулярные и держится определенное время то есть например может тебе не идти в карты ну или вообще по жизни вот куда бы ты не пошел то будет все не не ладится не клеится и такое состояние может быть блин я не знаю там день два три неделю даже даже две недели и потом в какой-то момент она переключается бывает на кратковременные переключения негатива на позитив но но все-таки это именно волны и вот если я вот как начал играть в покер когда более плюсово начал играть когда она начал следить за этими волнами как вот не идет или не идет и более того профессиональные игроки в покер даже делают такие темы они садятся за стол и играя там полчасика часик смотрит какой они волны сейчас находятся им идет или не идет и как выясняет это и соответственно дальше решает играть или не игра и вот и мне это все показало то что нет вот какой-то нашего влияния прям какого-то там прямого ну или даже косвенного вот но вот на реальность на везение не везение на то что с нами происходит именно в плюсовом или в негативном ключе а это реально как-то все от мира зависит а мы как наблюдать или просто как участники единственное что мы можем сделать это вот подмечать когда вот ты на волне или когда ты на спаде вот хотел вот это за закинуть так может чужую волну возглавить есть же там всякие шаманские ритуалы как можно чужую волну себе забрать абсолютно прав виталь в одном таком даже не заметил как важную штуку выделил мы действительно можем управлять прямо управлять только вниманием все остальные процесса они такие как бы да ну как бильярдные шары типа брауновское движение юбическая система там сама по себе живет да там люди шарахатся друг от друга и так далее а вот внимание мы можем управлять ну по сути на этом мы построены все эти духовные практики и медитации йога и аутотренинг в том числе аутотренинг вырос как раз из йоги вот такая более 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 такая комфортная адаптация для западного человека вот и мы подходим к теме эфира структура трансляции будет сначала значит основная часть и затем уже обсуждение если у вас какие-то вопросы будут или дополнения у зрителей то можете закидывать сообщения донатом пацаны донатом таки донатом да и реальные темы делимся и может быть вы нигде не услышите в таком виде в таком виде я думаю кстати нигде не услышите да да это точно обычно то есть вокруг аутотренинга и любых вообще духовных практик какой-то такой мифологический флер вот куча это непонятных неоправданных ожиданий а по сути лет просто такой инструмент ну как бы поддержание психики ну то есть с удовольствием тратим там годы на развитие интеллекта школы институтом это курсы а вот кучу денег там времени люди тратят на поддержание там физического здоровья да то есть тело спортзал и там разные да там еще чё-то а вот про поддержание психики полный платой нет всегда удивляло то есть как так это же самая важная часть самое важное тело может быть наш там развалина но ну как бы да смотришь на кого-то человека там этот качок там с деньгами несчастный а этот алкаш какой-то ему хорошо то есть понятно что ну психика рули да но я не призываю всех там бросать спортзала ну как бы да обращать внимание на психику на то что это мы через нее живем по сути то о чем виталий сказал да как бы управление реальностью но только управление не самой реальностью заставлю скалы двигаться на и спустя нам не могу проходить но вот восприятием этой реальности я вполне могу управлять вот и особенно это сегодня важно то есть сама методика появилась там в тридцать втором году еще там тоже психотерапевт шульц он искал способы тогда заканчивалась эпоха истерии да и началась эпоха депрессии но или начала болтать на качелях вот то есть депрессника туда вот истерики так далее и надо было поискать какой-то способ такой немножко людей возвращать из головы вот из эффектов в тело успокаивать вот долгое время там про это забыли да сегодня мы как раз ровно в такой же ситуации у нас стремительно меняется среда все уползли короче из реальной жизни гаджеты и тревожное расстройство буквально поголовно у всех просто поголовно вот и вот как раз аутотренинг такая отличная штука себя замедлять успокаиваться вот она там немножко расскажу да как бы я занимался где-то около года вот а это был как раз такой трудный для меня период я входил в терапию 10 лет назад болтан больше даже вот у меня как раз вот сети куча переживаний увольнения отношения завершились кривуще вот я такой невротик невротик был прям вот и и вот только только нашел своего терапевта начали работать но колбасил у меня прям не по детски сна нет спать не получается работать тоже не получается вот выбор был стоял там либо на антидепрессанты завалится да вот либо как-то еще вот я искал искал соответственно пошел кекс выход который меня как бы погрузил немножко наверно сам по книжке я бы не не освоил тогда вот сейчас я понимаю что вы ничего сложного нет там лишь покрываешься написано вот мне тогда нужно было чтобы меня кто-то за ручку провел да вот с одной стороны терапевт за ручку держал с другой стороны кому-то дядька вот и вот реально где-то за полгода меня вообще тревожность полость ушла если там какие-то моменты этом успевал разгоняться там и что доработал на нелюбимой работе поэтому такие моменты случались вот то буквально прям садишься в кресло там три минуты встаешь курсом все сердце успокоилось все улыбочка на лице такая пользу полное полное спокойствие вот потому что когда я учился на психотерапевта у нас гештальте же это практика она практически применяется но не в таком виде какого-то тренинги несколько усеченному смысл тот же человек когда начинает разгоняться улетать в какие-то свои травмы начинает постепенно нахлобучивать он уже там близко к эффекту и вот эту замедляю что подошло замедлись подыши почувствую ноги почувствую тело да как как у тебя руки себя чувствуют ощущаешь то есть возврат из головы в тело вот сама психи методика у крайне простая все ложишься там или садишься но сначала лучше учиться ложится так боль более так легче расслабляться и начинаете как бы внимание направляется все внутри тела на ощущение тяжесть руки моя рука тяжелая моя рука теплая кончики пальцев теплая то есть это реально прям я вот помню как я ощущал как все тело напряженное вот когда внимание скользит с одной руке на другую это рука до качпунь расслабилась а право еще напряжена так а потом на правую раз вправо расслабилась и вот это состояние она сама по себе максимально терапевтическое то есть мне хватило вот это там есть еще вторая ступень потому что в таком состоянии мозг переходит режим работы такой между сном и бодрствованием ну какое-то танцевое состояние вот и повышается внушаемость близко к самогипнозу и можно в принципе себе в этом состоянии напихать каких-то установочек вот есть такой дядька ханес линдеман он такой популяризатор аутотренинга и он аутотренинг использовал для того чтобы переплыть атлантический океан два раза он плавал первый раз там не получилось у него а второй раз получилось и вот он как раз компенсировал отсутствие сна вот этими но сеансами аутотренинга и как бы он там себе установочки там давал все это на запад и даже во сне короче подруливал то есть серьезная штука но вот я всех призываю тоже на вторую ступень как бы пока не смотреть она выглядит как замануха такая вот сейчас я поменяю реальность там сверхчеловеком нет это ну во первых не так все красочно во вторых это очень сложно не у всех хватит силы быть очень упоротым очень прям хотеть этого и это долго но по сути как медитация все мечтают да но 10 лет вот сидеть медитирует а чё ты никто не это не рвется вот я бы всем давал рассмотреть именно на первую часть на расслабление вот и немножко со стороны как бы тела да как это все работает сегодня в принципе на рам там ну каждый человек там если нерегулярно то часто там или вообще когда-нибудь испытывал вот это состояние такой тревоги безосновательно причин нет а тревога есть из-за этого сон ухудшается и как то есть вставать безрадостной и чтобы хоть как-то успокоиться куда человек бежит туда где самый доступный способ да там соцсети какие-то там такую разводе там посидел бы чуть успокоился но потом телефон отложил и все опять вернулось да и ночью опять надо спать ложится а голова не как засыпать не хочет что происходит данный момент вот у нас есть лимбическая система вот по сути такой кусок мозга такое управляет вообще всем вот есть базальные ядра вот то есть в лимбической системе там есть миндалевидное тело которое отвечает за так сказать оценку событий как опасная то есть она формирует угрозу страх и тревогу вот есть гиппокамп который оценивает нейтрально выбор стратегии такой и соответственно сверху над всем этим торчит неокортекс но вся информация получаем из вне она проходит через лимбическую систему через миндалины то есть она изначально уже подкрашена страхом задача не окортекс а это соответственно оценить так ли это да и вернуть в миндалина туда ответ что типа не меня все хорошо все нормально вот но тут как бы да у современных людей в связи с тем что мы живем уже больше головой чем телом вот а это важно позже чуть объясню почему получается либо короче неокортекс передавливает либо неокортекс недодавливает а у неокортекса вот главная задача неокортекс это же тормозные нейроны то есть что они тормозят они тормозят как раз с работу любительской системы и при нарушениях а также есть там еще модель непринятия неопределенности это тоже очень часто структурных терапии у меня постоянно работа с там боязнь попасть не определенное состояние до попытки все контролировать везде разложить там соломку это тоже нарушение работы миокортекса и миндалин то есть там неадекватные связи формируется то есть это я рассказываю то есть то что происходит прямо на физическом уровне то есть получается базальные ядра генерируют огромное количество энергии энергии никуда не распределяется вот ну то есть энергия выделяется на движение да на какое-то действие а мы ничего не действует лег на диван и в телефон тупишь получается вся эта энергия она утилизируется в голове и там получается замкнутый круг я разгоняюсь чтобы успокоиться короче лезу соцсети опять фигачит дофамин как бы я попадаю дофаминовую петлю концу дня вообще разболтан вообще нет сил но мозг разогнан настолько что спать вообще уже не получается ловушка такая вот в нормальном как бы дали в режиме работы мозг условно говоря заточен на обработку физических раздражителей то есть работу тела движение это там контактом обнимашки секс купание да ну то есть много-много телесных раздражителей если их нет то все это будет размещено в голове соответственно закипать башка будет у тебя в десять раз сильнее это каждый принципе и знает сам себе да это состояние в отпуске когда ты на пляжике лежишь тебе все хорошо уже и работа где-то далеко там да и еще все хорошо но когда попадаешь обратно вот эти красивые бега работа дом работа дом тела почти нет в офисе за стулом неудобно сидишь дома диван с телевизором полная задница короче мозг попадает в этого состояния тревоги это когда а тревога это будет не дифференцированная энергия и много она никуда не расходуется и медали начинают свистеть о том что все вокруг опасно все плохо ужасно короче все умрем и вот здесь как раз аутотренинг отлично работает то есть в такие моменты вот но там рекомендации есть в начале как бы три раза в день на суток проснулся немножечко всегда пришел тело включил послушал с улыбочкой встал пошел дальше после обеда отличное состояние когда начинает кумарить и хорошо уже сам организм расположен к успокоению потом вот и третий раз перед сном причем перед сном можно засыпать вот я когда начинал учиться я вообще все время засыпал то есть там по идее надо там пройти какую-то программу выполнить какие-то там действия на там про себя проговорить там прослушать тело и потом тихонечку выходить из этого состояния у меня не получалось настолько башка была перегрета что на любое успокоение как я как солдат на что-то прислонили к стенке уснул а вот но со временем чуть-чуть уже мозг успокоился как бы и начал выходить а вот перед сном я продолжал практиковать то что именно лучший способ заснуть это прям идеально вот ложишься вроде как бы спать хочется вообще ничего не спится и вот это вот постепенное выключение там по одному там нога рука там тело сердце такое сердце стучит медленнее да ну реально начинаю стучать медленно прикольно так вот или такой и услуг и отлично все засыпал там реальность опять вот еще один нюанс это то что мозг как и любая ленивая вот способность как бы но это тоже навык его надо развивать то есть он не сразу включится то есть надо время какой-то потратить вот если его долго не делать все сбрасывается по нулям опять надо развивать как бы такая штука как бы рекомендуется как бы заниматься этим регулярно если хотите чтобы отсюда был эффект как вот сейчас мне уже это не нужно как бы этом загоняться перестал вот сплю хорошо и как бы тревожность тревожность там свою проработал иногда что-то такое случается у меня там какие-то стресс вот непредсказуемо что-то произошло там не знаю вот тогда как сейчас покойник там салончиком на стульчик там реально три минуты занимает вот один из мифов тоже на что там 30 минут блин для не значит это можно все напихать 3 минуты 5 минут это уже на ко второй ступени куда там какой-то программирование а просто на ослабление три минуты вот за три минуты полное восстановление и успокоение так что он сегодня это прям такая методика я не знаю по нации спасение для очень многих бесплатно быстро не сложно ну единственно что да без фанатизма там да не стоит ожидать отсюда прям супер чего-то курить бросить короче не получится тоже даже на ступенье потому что курение да ну как любая зависимость это более сложный комплекс его просто вот программированием не пересчешь надо смотреть откуда чем компенсировать а вот какие-то наши там вещи когда надо подольше побыть бодрым допустим я бодрый и и чувствую себя хорошо работает там я помню как-то пытался мне не нравилось убираться вот я такой попался заставить этом убраться вот в лоб тоже программирование не работает мне нравится уборка это не работает а вот сработала моя квартира светлая чистая и не свежий воздух я встал только мне захотелось убираться оба на ничуть вот то есть такие вещи работают картинка у меня как бы все а потом по этому сюжету сняли мир дикого запада первый сезон как там перепрограммировали среди задавая вопрос может быть алистара спасибо за сотню пишет что на козье молоко видимо с чатом связано нездоровое обсуждение козьего молока хорошего но полезно насчет аутотренинга вот я правда не уверен что это к этому относятся но тем не менее а значит попробовал я эту штуку как-то раз вернее я почитал хаксли и он там пишет про вот значит какое-то программирование там себя про аффирмации ну в общем он про них скорее больше писал и о том что можно прослушивать какие-то записи которые тебе будут на что-то заряжать я значит надиктовал себе разные там тексты я готовился к экзаменам тогда и совершенно мне влом было что-то вообще повторяете учить значит в текстах в этих я писал я вспоминаю там на математику вспоминают что что учил что нужно было сдавать то и записывал зациклил эту запись на несколько часов и растянул включил ее на телефоне включил ее супер тихо так чтобы едва было слышно вообще в тишине значит лег спать и это запись она играла всю ночь вот но результате как бы экзамен то сдавал но насколько этот методики это вопрос но сработало ну аффирмация она может сконцентрироваться да то есть вызвать какое-то состояние очень люди часто там аффирмация ставит наш хочу porsche но это так не работает как в анекдоте про евреи еврей там молил там бога о том что чтобы у него появился велосипед он понял что это так не работает велосипед украл а у бога просил прощения а как же визуализировать образ как как тебе porsche какие у него там уже колпачки там какой салон думай богатей вот это вот но помогает же многим людям которые инфокурсы делают которую читают курсы и книжки продают им отлично ты уже уходишь куда-то в тему трансерфинга никаких чудес нет здесь простая обычная то есть сам принцип то что мы вот эти все тревожные состояния переживаем потому что у нас не работает тело вообще не работает то есть все в голове а в голове голова может работать только так она еще сильнее разгоняется вот в принципе это ты можешь если человек там спит плохо еще что банальный ответ да займись спортом перед сном там не знаю побегал принял горячую ванну то есть включил тело и все сон сразу совсем другое и ощущения другие но поскольку у нас часто как бы жизнь устроена сейчас так что для этого очень мало возможностей это такая отличная штука не заменить но чуть-чуть хотя бы себя поддержать и она отлично с этим справляется это реальная психотерапевтическая практика никаких чудес просто включаешь тело тревога снижается слушай сереж я хочу тебе задать вопрос а вот представь что будет в будущем то есть если мы сейчас уже практически ну мало используем свое тело особенно вот поколение шкала тронов они не как бегают как мы свое время вообще сидят дом возле компьютера а представь что будет в будущем когда они хотят на всех погрузить виртуальную реальность и если сделают для этого подходящий девайсик будем вообще там больше половины дня вообще не шевелиться лежать себе зомбарем и что тогда с людьми вообще произойдет и что будет с их психикой я думаю что мы как раз идем в ту сторону да как это говорил винар по-моему винар говорил что там точка технологической соугулярности переход на другой уровень развития вот причем большая часть людей которые не сможет адаптироваться она останется за бортом что с ним будет происходить там физически я не знаю но по сути подтолкнет часть людей как раз начинать но уделять внимание вот этим то есть не идти за 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 предложением условно да то есть за гаджетами чипами и так далее а все-таки возвращаться каким-то ну к пониманию как все работает да вот эти люди будут заниматься там не знаю много физухи аутотрениров там самогипноз медитации и прочее слушай серёж серёжа я придумал бизнес на миллион как раз вот он будет актуален в связи с этим может бы придумать какой-то костюмчик который будет стимулировать наши мышцы делать так мио тренажёры давно есть есть ну вот вот значит решением купить себе такой на на все тело и себя на на стимулировать здесь смысл уже не в том что да как как это компенсировать а смысл в том чтобы понять что это неправильно я сидел в ночь когда был невротиком в смысле я сейчас не в ручку проработан как и все психотерапевты вот я на блокировая работа херовая баба я страдал и там и там и получается от бабы спасался на работе концу дня офигевал с работа уже бежал с работы спасаться сколько мог не выдерживал потом опять от нее убегал на работу так живут большинство людей и вот задача типа отчет дальше с ними будет ну дальше им пиздец если не выпрыгнуть из этих красивых бегов то ничего хорошего там не ждет в окно я и думаю что часть людей вот эта вся ситуация которую мы идем она постепенно нагнетается или уже не постепенно она стремительно нагнетается она и приведет подтолкнет часть людей к тому чтобы сознательно из этого колеса выскочить большую часть людей наверняка смотрит куда смотрит не знаю но как бы часть людей при этом вернется к себе я более чем уверен что волна поймут до новых психотерапевтов она тоже как бы не просто так появилась до в том числе я это некий ответ на запрос общества помогать людям как раз да спасать свою жизнь буквально а продвинутые европейцы поступают еще круче они меняют пол ну там вообще много вариантов нашли скоро будут уже там людей есть так пелевин закинул 100 рублей значит на что-то там и рептилоид еще на капусту ну то есть уже капуста молоко и что там там уже это нужны еще свежие яички которые кукурочки которые паслись на газоне они в клетках слушай ну вот серёж я хочу сказать с тобой вот полностью согласиться вот я я часто иногда бывает часто иногда с тобой спорю по конспирологии но вот здесь прям вот ну нельзя чтобы вообще поспорить потому что реально вся правда матушка я вот когда страдал не неврозами тоже свое время словил у меня была большая такая пора растянутая на 2-3 года и не действительно помогли постоянные пешие пешей пешая ходьба я ходил по по 10-15 часов в день не хотел еще и бег добавить но как-то до бега не дошел но отходил очень много и мне реально это помогло со временем становилось по чуть легче не было какого-то там чудесного перехода но может потому что я мало что сделал для этого но просто просто пешая прогулка она уже по чуть забивала мне вот эти мои неврозы и не становилось легче и легче со временем это оно прям но кстати про чудо да что у нас очень много ожиданий именно вот уровне каких-то чудес даже люди в терапии приходит ложь ты тут волшебник да ну-ка махни волшебную палочку чтобы я стал счастливый да ну это какие-то идеализированные ожидания вот а по сути то что ты там таким образом себя поддержала тебе там сильно плещал это уже само по себе чудо просто ожидания они такие остаются детские на уровне волшебства какой-то вот просветление что аж херак и буддой стал там растворился в розовом свете терапевту пришел волшебную таблетку дал все ну это просто детские ожидания не ни одна практика ни одна даже сто лет медитации не дадут вот этого ощущения какой-то восторженности до экзальтированности такой до кого-то есть в ожиданиях но почему-то от мира ожидаем какой-то сказки постоянно хотя сама по себе жизнь реальность эту же сказка но чудо стали увидеть она просто тоньше гораздо то что ты таким образом сам выкарабкался да еще и получил от этого кайф это уже чудо это кстати останавливает большинство людей они битна чё со мной произойдет что у меня там крылья вырастут да или я сразу миллион бабок заработал нет ну это по крайней мере начнешь спать хорошо да и как-то чувствует себя более-менее о блин ну это неинтересно окей иди страдает дальше то есть какая-то вот такая очень расщепленность так может советские люди поэтому меньше страдали что физическая культура занимались зарядкой там концу 70-х начало 80-х по стране что-то несколько тысяч лтп был открыт народ начал бухать как не в себя как сомневать что это от хорошего самочувствия так меценат морозов еще сотню закинул пишет десяток яичек прав кстати насчет пелевина я и подозревал что пелевин смотрит иногда нас потому что темы пересекаются вот есть определенные люди ну это это я отчасти шучу но с другой стороны может и правда смотрят кто его знает он же где-то берет свои идеи есть определенные люди которые как бы вот на одной волне плюс-минус либо тем одинаково обсуждают там 40 курса либо резонирует даже в обсуждениях таких вот как минимум несколько я встречал я сейчас не говорю даже про тех вот с кем мы постоянно это обсуждаем это само собой разумеется я говорю про тех с кем как бы не знаком но вот где-то в медийном пространстве их наблюдаешь читаешь и книги или смотришь их подкасты и там вот прям он очень схожие какие-то моменты у него еще сотню закинул на чашку кофе вот кстати про кофе дает хорошо кофе странам и хотя надо тоже с ним завязывать но что-то стол снова на кофе подсаживаться ничего скоро желуделый будет цикоре 1 чашечка кофе с утра это ничего плохого в этом нет это же от души люди те благодарят кормят пей не стесняйся чё-то кофе за чковь знаешь как вот буддийские монахи в древности был что подадут твой кушают подадут мясо кушать мясо кофе кофе пьют виски виски так виски да и может быть сейчас на виски но виски дорого просто это понятно что на виски не всякий готов скинуться но проф выпьет думаю и виски тоже лучше без этого в области фанатизм как и везде надо прям себя обрезать только это есть остальные нельзя все хорошо ну в меру чашка кофе сока отличная штука вот смотрите в тему ауто тренинга да и же информация разных экспериментах правда я конечно сам не проводил и сказать что они точно были невозможно но по слухам кто-то этим занимался такая на около научная байка о том что брали несколько групп 1 допустим играла баскетбол другая сидела на диване ничего не делала а третья сидела на диване и представляла как она играет баскетбол и проводились начальные замеры как они там вот кидают играют и после все все эти процедуры там неделя месяц проходила и снова они мячики закидывали и показали результаты первые самые лучшие как тренировались те кто на диване самый худший а те кто на диване представлял они показали серединку из этого сделали вывод что когда в мозгу человеком что-то вот прокручивает это дает эффект даже на физическом уровне для кого-то даже навыка так работает ну по сути все физические навыки до бокс там еще что-то спорта любое это как раз есть ты в голове устраиваешь нейронные связи люди просто привыкли думать что я там типа мышцы качаю самом деле качаются не мышцы я качаю мозг а мозг уже перестраивать тело все я вижу там среда изменилась у нас теперь вся еда лежит под тяжелыми штангами до ночного ничего тела или там боксера то же самое наработка навыков вся работа по сути происходит во сне это знаешь когда может эффект такой наблюдать вот я учился на сноуборде гонять на серфинге и везде был одинаковый одинаковый процесс то есть первые три дня вообще ничего просто не получается какой-то отчаянию все капец я не приспособлен все катаются а я вот какой-то уникальный урод были у меня ничего не получается пришелся в жопу короче и утром такой уже устаю четвертый день думаю ладно блин заплачено за четыре дня дам разок попробую сметали встал и поехал хобана что произошло тренированные связи отрасли понятно что если это подкрепляется практикой то это гораздо эффективнее чем если просто в голове гонять в голове гонять это тоже работает и все это показано в фильме револьвер если видели такой адгаричи честно каббалистический фильм от мадонны но тем не менее там как раз это показано вся внутренняя борьба все дела но фильм очень нудно конечно кто-то смотрел да смотрел ну там немножко не про тот же мы говорим но да не про то все на рассмотрели но не про то я даже наш удивился короче сейчас у меня товарищ есть а кстати товарищ александр чайкин которого приглашали вот он инструктор там у каких-то силовиков то есть он его часто приглашают потому что он вырос из этой среды но чувак как бы непростой вот слушать сережь прочагин это вот который многодетный отец да как жена директор школ давайте его еще как-нибудь позовем мы узнаем у него под пацански просто как он вот живет будучи отцом такого большого семейства как у нас к этому пришел потому что это же феномен практически редкий редкий вид украшен более того на это ставить ставку там говорит что в принципе это вот так должно быть типа и это нормально ну что нам согласиться рассказать поделиться своей философии я попробую как-то наладить мосты а вопрос он верующие или нет но это же важно это влияет же очень серьезно не написали без веры и столько детей ты просто не проходит очень исправить по любому слушайте по поводу веры мы же не затронули нашу постоянную рубрику аутотренинг а аутотренинг он как раз с ней схож как соотносится вера с аутотренингом и и христиане или вообще лилидиозные люди может быть они получают какие-то плюсы в жизни какие-то бонусы из-за того что прокачивают веры и навыки вот как мы сейчас бэтмен расскажет отращивают нейроны какие-то и получают преимущество перед атеистами но я могу сказать даже по истории да там религии что у нас постепенно постепенно да где-то с глубины времен там со воскрещение руси да с развития христианства в россии постепенно церковь превращалась все более более в какой-то утилитарный институт а еще в 17 веке там пожалуйста было старчество там было сихазм умная молитва там были песнопения да это все на самом деле духовной практике сейчас осталась молитва это тоже самый там аналпы самый гипноста там также настраиваешься там точно такая же внутренняя работа происходит это работает точно так же ты веришь дать и до сереж подтверждать чтобы ты не делал с молитвой с молитвой все получается как-то лучше сколько раз не проверял так ей может настройка может божья помощь это неизвестно главное что это работает как вот говорил инштейн когда у него спросили указав на подкову над его дверью что верите в эти суеверия он ведь нет я не верю но не некоторые считают что это работает почему не попробовать даже на уровне психотерапии психологии вместо сопротивления включать самоподдержку хочу добавить запрещенная в россии организация свидетелей его во им бог очень хорошо помогает все люди которые туда вступили получили очень быстро green карты ну вот и помогает конечно сша жил свидетелей бога целый квартал нью-йорке естественно там и приглашение выпишут и квартирку на первое время дадут это бог помогает но бог бог не мешает скажем так не препятствует этому хотят уехать пусть живут там не вопрос я вот вам скидывал видосик не знаю смотрели вы или нет про того чела который психбольных в больнице тестировал и заметил закономерности что ну что оказывается что это не совсем галюны возможно действительно какие-то сущности паразиты так вот они когда зачитывали молитвы вот их перестали переставали донимать вот эти паразиты которых не присасывались и которые их мучили и даже этот доктор он говорит что эти паразиты пищали как черви на горячей сковороде когда какие-то молитвы зачитывались при том даже не обязательно какие он говорил про христианскую религию но там я уверен были были и другие религии и вот меня вот такой вопрос может быть действительно вот когда человек включает веру она действительно как-то ему иммунитет повышает и устойчивость и вообще отращивать какие-то те же нейронные связи которые помогают бороться с этими тварями может действительно нам нужно всем во что-то верить даже если мы это исты и получить тем самым преимущество бонусы конечно конечно я бы здесь как бы немножко для людей разделил бы вот как бы веру саму да то есть основу и допустим проявление то что сейчас очень много пиара там против да там конкретно поведение конкретных попов вот люди разные папы тоже люди да там поэтому там по главе может стоить и самый честный человек данного суть вера от этого не меняется поэтому это лучше все разделять да то есть давайте как-то мухи отдельный котлет отдельно конце концов когда нам поймешь там веру ты в церкви придешь в принципе любой поп то уже без разницы хорошая или плохой нам есть и тоже когда обратите внимание вы такие смотрим часто на восток духовный проект с востока а по сути выдача сам гипноз мантры там собирание в круг да и какие-то круговой медитации все было христианство сейчас храмов то не осталось практически на церкви в основном церковь обслуживание население храм это было место для проведения духовных практик конкретно медитации там под музыку там смысле под пение какой-то там молитва как раз вот очень много духовного было но немножко там потеряли сейчас в принципе весь это все и на востоке там такая небольшая утрата вот этой стороны все больше как бы становятся утилитарным но пожалуйста никто не мешает обратиться встали посмотреть что там было да и попросить самому пацаны это просто пример да правда тренинг и веру и как это прет вот посмотрите на кришнаитов да как они прыгают скачет хари рама хари кришна рама рама кришна и прутся скачет и не устают что самое смешное да вот какая сила хари рама так сказать если пропереться что начинаешь впираться реальность самому скакать охота становится такая силы принимают принимать что-либо понимаешь они не пьют не курят мясо не едят наркотики не употребляют единственное что они мускат на орех плотно трут в еду а так ничего не понимает про спрут потом утрадающий мускат на орех это тоже парни вот тут это руку держу она мне уже скоро отсохнет я хотел просто проф слова отреагировать вот проф сказал что люди сходно близки они тянутся там друг другу по этому сходству я вот хочу подтвердить вот на сто процентов я для себя недавно устроил ретроспективу просмотр старых профов видосов всем рекомендую пацаны пересмотреть найдете для себя много нового много актуального много того чего про сейчас сам даже может быть это не понимать раньше было лучше раньше было но не то что лучше я не могу сказать что сейчас плохо раньше было как-то ментальнее классичнее что ли ну раньше ладно кость ты прав всегда было раньше лучше тут с этим вообще не поспоришь но не суть и вот я слушал профа вот его мысли то что ему интересно то о чем он размышляет и почему мне это так нравилось потому что я сам об этом тоже много думал где-то с профом очень согласен где-то я слегка не согласен где-то он дополняет вот то что мне было нужно узнать где-то я мог бы это дополнить но вот видно что мы шли с ним как-то всегда в общем то одним путем поэтому то что мы однажды встретились это предопределение пацаны это карма понимаете в чем дело и я это вот несказанно рад потому что идти на одном пути с кем-то это всегда лучше чем идти одному особенно если это кто-то это вот профессор александр наш толстый совсем абсолютно согласен вот и про предопределенность тоже по всей случайности не случайны так значит немного не по теме вопрос для бэтмена тут спайдер-мен закинул еще сотню на козье молоко опять просто вот смотри как мы его будем игнорировать или принимаем его зрители поскольку он из вселенной морол спайдер-мен спуди спуди это ты сколько лет братуха не виделись ты же из другой вселенной блин наш дальше с ним кроссовер был и топов даже не один спуди этого наш дружелюбный сосед наш парень так сказать соседнего двора классный покажу принимаем а как а какой именно супермен которые там мексиканские или черные или белые или женщина супермен спайдер-мен там же сейчас их много ну мы не знаем потому что он в маске все время ходит невежливо снимать супергероев маски показывать кто они там черный или белый то что герой это в первую очередь это вот эта самая маска кто угодно может надеть но не каждый сможет ее носить как маска из маски да так там продуктовый набор из что там еще проб ты кушаешь йогурт кушаешь сметанта давайте вернемся вернемся значит поели пообедали давайте снова про аутотренинг вот эффект плацебо как-то связан с этим он раскрывается как-то мне кажется эти вопросы они пограничны первоначальные эффекты этого плацебо они скорее всего тут есть и максимальный размер этого плацебо неизвестен где там вообще предел плацебо работает пока ты не знаешь это плацебо к сожалению статистически 53 процента это каждый медик знает в конкретном человеке нельзя сказать как в дом это работает но какую-то большую статистику можно собрать и она приблизительно по всем экспериментам совпадает вся три процента здесь же конечно что связано тут смотрели у тебя ну как бы да есть давай посмотрим кто такой невротик вообще невротик это человек с очень ригидным мышлением ригидно это значит не гибкая это вот он вот он что-то хочет но он знает что вот вот сюда нельзя мама запрещала а сюда тоже нельзя про меня плохо подумают а мне хочется ну пойду на пролом через стенку лбом вебался были им что-то дворе на то господи и сидит плачет ему казалось бы начну или найди третью двери или того ну шлиди в ту которую мама запрещала да потому что она уже ты не маленький мальчик а уже зайди все нормально там да если чем маме объяснить что было нужно ну то есть или вообще хер забей на маму да ну то есть у тебя есть этот выбор участков взять принять не может забирает в этом месте ничего не получать но страдает и у него всегда внутри вот это вот закрытые двери это с внутреннее сопротивление то есть он хочет чего-то но внутреннее сопротивление восстанавливает вера по сути это обратно другой полюс это самоподдержка ты берешь тот же ресурс психический направляешь в обратную сторону самоподдержку самоподталкивание то есть вместо сопротивления у тебя получается еще усиление поэтому конечно сработает и эффект плацебо тоже самое есть целый институт который рак лечит да там именно вот такими установками но психическими инструментами у них там процент этого реабилитации там что-то за 60 что-то выше чем эффект плацебо среднестатистически 65 процентов по моему у них онкология и еще что-то теперь перестаешь мешать как бы самому себе а вот вопрос есть такие люди которые обозначь как они называются которые вот что-то себя придумали и ломятся вот в эту сторону постоянно то есть ну пока не достигнут будут ломиться по-разному это может быть там здорово энергетическая часть но хочется чего пустой там самым лучшим боксером он ходит зал тонируется ну здоровый нарциссизм вот если он постоянно идет идет убивается и страдает от этого и не может по-другому это невротик скорее всего то есть зацикленность это не невротизм этого если он не может по-другому если не хочет это уже такой выбор да а если не может тогда это как бы у чувака нет выбора не надо есть люди которые прямо чувствуют что им надо вот это вот то есть они даже объяснить ему от почему им это надо вот они прямо этого хотят очень сильно есть у них прямая цель которая но ничем не мотивирована бывает ну странное желание у людей но тем не менее вот если чувствует предназначение так сказать хотя не получается вот они сейчас добиваются похожего но не до конца у меня пример вспомнился есть такой всем известный рома абрамович вот рома абрамович он такой мой земляк он из ухты я близко там рядом жил город ухтыла он с ухты и я находил как-то его интервью что ли или кто-то в его воспоминаниях он сирота и жил бабушка и он бабушки говорил том что еще по моему институте учился только-только поступил там бабушка я стану типа президентом бабушка ну типа все кукухой поехал внук до кушай кушай каш будешь будешь и вот рома 1 1 как бы уже в очень молодом возрасте да там насовершал очень много таких отважных не без красного словца действий для молодого юнца да с окраин страны большой уже через это время там тусил с бирюзовским а сейчас рома это рома да вот скажи это было предназначение но если если с детства есть цель вот это вот интересно я аж про этот феномен и спрашиваю когда человек ничем его не мотивировали ну как бы вроде обстоятельства вот у нее есть какая-то сверх цель то есть он заранее как бы запрограммирован на это но тут стоит добавить что у евреев не бывает сирот ну так у него не было родителей скажем родители не живы он жил с бабушкой я не могу на самом деле сказать там конкретный случай разбирать а потому что там 100 миллионов людей тоже каждый день мечтают всю жизнь там разбогатеть и и сердце сути чё а рома не читал и стал и как вот кто из них норма кто из них чего-чего они делают не так вот этот момент я думаю что мы не разгадаем не попал в то нужное место с нужными людьми когда распиливали заводы кучу людей при этом значит может были потенциально там как-то получше да побольше шансов не было они погиб их лежат а рома вот на яхтах плавает ошибка ошибка выжившего ну скорее всего она но при этом видишь он был убежден что он станет огромной величиной он президентом не стал но в принципе там наш не очень далеко от него так как шутка про ньютона дамит он там читал коллекции студенту спрашивать господин ньютон я вот мечтаю стать как вы это дело не знаю я мечтал стать богом а стал только ньютоном тоже есть такая сторона до что цель такая она должна очень далеко смотреть тогда у тебя есть какой-то путь а если у тебя вообще никакого пути нет ты просто не знаешь чем сегодня заняться ну сто процентов никем не станешь просто тут надо понять что вот если есть какая-то одержимость чем-то то это человек скорее всего добьется через любыми способами или погибнет потому что одержимость это как раз вот неспособность к выбору у человека нет выбора он одержим этим охвачен захватил он все ресурсы на это потратит а обычный человек просто мечтает с дивана об чем-то да 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 нет если с дивана мечтать вообще ничего не произойдет никогда в принципе погоди погоди а трансерфинг реальности они на диване мечтают очень хорошо продается нет они хотя бы на курсы ходят значит они уже готовы потратить на это деньги понимаешь значит какая-то направленность у них есть просто надо человек который подтолкнет в этой уверенности в этом очередь занимает дома ждет парни так проф вот можете я буду повторять серега вообще очень все все четко изложил может я просто изложу примерно то же самое но своими словами по другому чуть-чуть может она как-то и понять не будет кому-то где-то вот ты спросил про эффект плацебо и сказал что это какие-то явно родственные с автосоута тренингом штуки вот парни еще раз поясню серега об этом говорил еще раз повторю вот существует значит наша сознательная работа процесса который мы в своей голове видим есть бессознательная работа вот то что называется установками в некими внушениями это то что работает помимо как бы сознание то есть прям как бы как некий драйвер как вот какая-то программа установлены бессознательно вот серег сказал что для того чтобы мочь себя как-либо запрограммировать для этого нужно но некоторым образом сместить свое восприятие где-то посередине между состояний сна и бодрствования то есть это например делается с помощью разных трансовых методик и простых и сложных ну или например вещества в общем дают тот же самый эффект под некоторыми человек становится куда более внушаем за счет того что снимается барьер который разделяет сознательно и бессознательно или он по крайней мере уменьшается этот барьер вот когда это происходит когда вот процессы как бы сливаются барьеры снимаются тогда можно ну как бы действительно наносить своего рода печати и определенные программы устанавливать вот и человек может в принципе сам эти программы устанавливать как он это делает он ну некоторым образом начинает в это верить даже пускай и неосознанно но это типа вера работает самоубеждение да потому что это все и по эффект плацебо и аутотренинг это все самые близкие родственники производные по сути от гипноза просто в одном случае как бы гипноз направлен вовне на кого-то в этом случае самый гипноз направлен на себя да все так я еще дополню смотри там интересная штука тут важно понимать как работает сам мозг я сказал да что уже есть гиппокамп и миндалин это отвечающие за стратегии нормальное поведение и за угрозы проходит через них попадает неокортекс это неокортекс это анализ то есть оценки а действительно ли все так там есть если там ничего нет это в здоровом варианте информация возвращается обратно туда в гиппокамп и миндалином то есть вот так должен по идее работать здоровый цикл и тогда я такой ночью а правда а чё я боюсь мама тому же запретил на мама давно можно мне не командовать пойду в эту дверь затем куда мне нужно вот а это главная задача неокортексе переосмыслить и обратно прописать вот и вот это само внушение это по сути нормализация работы вот неокортекс как он должен работать просто тут еще есть еще один подводный камушек что большинство невротиков они не мечтают измениться они мечтают перестать страдать но для этого они ничего не хотят менять то есть вот пусть со мной что-то волшебным образом произойдет и не станет вот хорошо я стану богатым но делать для этого я ничего не хочу и поэтому тут никакие практики не сработают и поэтому эффект плацебо да он на оставшихся там 47 процент людей не работает надо очень хотеть именно измениться изменить себя переписать свою программу что-то сделать а не мечтать просто а сразу так сюжет большинства фильмах раз основан на том что героя помещают в необычное состояние какое-то там среда меняется не герой меняется а герой уже под воздействием среды меняется то есть весь голливуд на этом основан абсолютной сказки все конечно среда сказка заметно более здоровый вариант а именно испытание вызывание меняющейся среды меняю человек там он вынужден да там угрозы там ащи бессмертный тут горыныч там прилетел с ним драться надо то есть вот необходимость преодоления сложности она и собственно передает человеку силу уверенность и он взрослеет меняется психики меняются вот эти детские программы сегодня этого практически нет это надо очень принуждать серёж да это не в порядке спора так отличная точка зрения что вот это внушение в аутотренинг или пускай это внушение гипнотизера она может что-то изменить если человек хочет как бы действительно ну что-то по-бырому какую-то программку там установку изменить но она это делает временно то есть все держится на интенсивности внушение на силе внушатель или убежденности того кто внушен да по стоку поскольку если человеку можно внушить что он сильный духом да но если он в действительности слаб духом он не прошел вот этой трансформации изменения то эта установка там через какое-то время спадет тоже самое колкашам относится к кодировке да что не на всех далеко кодировка как бы действует стабильно постоянно регуляр нет некоторые хорошее тренировались побухали потом ходили за трезвый какое-то время все установка спал они снова типа забухали так как бы по кругу ходит потому что ну ядро их проблемы никак не трогается а просто вот по поверхности по реакциям эта работа происходит виктор два слова добавить тебя так вот трансерфер и реальности они внезапно те же инструменты используют они говорят что нужно свою установку повторять постоянно в течение длительного времени то есть допустим что-то там представить себе забыть потом опять устанавливать делать установку и снова ее отпускать и так в течение длительного промежутка времени чуть ли не годами и таким образом они говорят что таким образом ты себе перепрощешь настроишься на нужную волну это то о чем я как раз говорила виктор похоже не понял сейчас чуть поправлю потому что я просто чуть недопонял да а я просто говорю что есть еще то есть работает не на всех какая-то часть людей она как бы приходится какой-то определенной целью он и озвучивает но внутри у него мета потребность она вообще в другом и вот на него это не сработает потому что грубо говоря он пришел тебя за тем чтобы ты его спас а не для того чтобы научил спасаться ну да да в этом смысле все абсолютно как бы утверждает не будет поэтому трансферной реальности ну практически на людях не работает потому что они все ждут чудо чтобы вот он лежит на диване у него все там само как-то получилось нет ну да сереж тут совершенно понятно что даже определенные там трансовые техники они требуют некоторого усилия того же пациента хотя бы в том смысле что он должен дойти заплатить деньги это уже как бы выражение его желания как-то изменить перестроиться на другую волну то есть иногда бывает так что реально перестройка на иную волну как бы дает человеку уже хороший результат в общем и не надо было ничего кроме как попробовать делать по-другому а дальше уже под это под это да выстраивается опять же вот то что говорит виталик что конечно если повторять перед зеркалом там слова с утра до вечера я говно я говно я говно однажды ты как бы в падеже депрессии а есть повторять я великий я великий я номер раз я самый лучший я чемпион ну это естественно приведет как бы тебя совершенно в другое состояние наполеон я просто кла крайности говорил да это крайне примеры но работает это примерно так а хорошее как раз место для комментариев да чтобы пояснить то о чем я имею ввиду большинство людей это деятельность работы на большинство людей повторяется на пять раз они не будут повторить это год ну да да не получится посмотри но это зависит естественно от мотивации потому что ну немножко своим опытом про аутотренинг я поделюсь мой наставник учителя покойный добрый день вадим петрович он как раз практиковал и техники внушения трансы и в том числе аутотренинга в работе с детишками невротиками чаще всего страдающими логоневрозом потому что как правило невротика такой слабенький неуверенный в себе все время теряется лилята поля и на каком-то этапе в принципе научить его настраиваться на другую волну это как бы полезно а то есть это не сама как бы не ну не конечная цель терапии но это вот некий такой вспомогательный механизм то есть я его в своей практике слога невротиком тяжелым тоже использовал но он там он состоит например в том что нужно дать самому себе внушение стильные зарекарить его как это делать подходишь к зеркалу и начинаешь ритмично я себя кулаком в грудь говорить я спокоен я готов я спокоен я готов я спокоен я готов и бьешься при этом кстати механизм примерно тот же самый что и у горилл который когда приводится в боевое состояние лечу пытаются донести они бьют себя кулаком в грудь то есть это очень какая древняя по сути практика я думаю что да наши предки древние охотники сидя у костра и готовились к охоте тоже занимались чем-то таким танцы народов на мауи мауи вот эти вот агрессивные такие да да это тоже настройка это тоже безусловно элемента безусловно и аутотреник такой широком смысле в восточных боевых искусствах то же самое применять абсолютно тоже конечно я нам сенсей постоянно задавал так уйти тренировочку говорил что мы повторяли мое тело боевая машина и мои руки там мозга звуки до мои руки молод и вот мы так реально повторяли прямо во время тренировки ну может быть действительно но как ты помогал им начинали верить в есть и более сложные техники на этом построены на при этом техника железной рубахи когда человек убеждает себя неуязвимостями настолько что его холодное оружие практически не берет или например потенциал силы увеличивается да потому что если взять тех же самых викингов до которые под мухоморами устраивали зарубы будучи берсерками это же ну и вот и не внешне это просто активизация внутренних ресурсов определенная настройка отсутствие страха ля-ля то поля то есть то что в общем то и делают но тут же еще вера вальгалу нужно это тоже элементы все настройки боевой безусловно но это уже про так сказать внешнюю настройку про то что безусловно можно настраивать и другие группы внушаем те или иные там мысли ей готовящие их к к мероприятию пацаны пару историй в этом смысле из боевых искусств люблю эту тему есть такая книжка легенды притча мастерах боевых искусств она в 90-е сдавалась была для нас пацанами типа библии и там были коротенькие истории про мастеров боевых искусств и в частности там есть такая история что был в японии сумоист без выдающийся которые на тренировках валим все у всех валю не был ему рада потому что не пистолет был нет у меня не было пистолет он просто талантливый одаренный борец вот но выходя на официальные соревнования он не мог выиграть даже у самого слабого бойца а прозвища у этого бойца в этого борца был большая волна так у него был прозвище он он пошел к мастеру дзен и говорит мастер вот у меня такая проблема что мне делать что мастер ему сказал приди домой сядь успокой свой разум и повторяй просто и представляй себе как волна то приливает то отливает то приливает то отливает вот он так просидел всю ночь перед соревнованиями вышел на соревнованиях и занял первое место чем потому что с помощью аута тренинга вот такого он смог настроить на эту волну он смог некоторым смысле обрести эти свои вот качества которые были подавлены это пример аута тренинга или вот не знаю например фильм 7 самураев гениальный гениальный классический фильм агиры курасавы и там есть такая сцена где крестьяне которые защищаются от бандитов готовятся бою с ними сидит самураи проводит беседу в таком духе вы боитесь я понимаю вы боитесь у вас жены дети никто не хочет умирать но вы подумайте ведь они тоже боятся они тоже не хотят умирать в этом смысле мы равны да то есть это такая вот важная мысль настройка которая перестает из них делать жертву переводит их в разряд саперников я еще чуть-чуть добавлю дальше у нас же как бы да есть ну какие-то сопротивления которые мы осязаем осознаем а есть которые не осознаем вот допустим до фридайвинг на окружение на задержке дыхания там есть такой момент когда человек начинает задыхаться самом деле это просто сигнал мозга если это там правильно перетерпеть то потом нужно еще там несколько минут плавать но правда второй раз мозг уже сигналить не будет после свет потушен фридайвера это хорошо знают также вот возникает какое-то неопределимое чувство голода но разные вот то есть мозг очень ярко сигналит и мы замечаем это да срочно вздохнуть надо что-то съесть и так далее а есть неосъязаемые это очень хорошо показано в гипнозе да когда там человек там ну-ка подними там гантелью да он там 16 килограмм там поднять не может в транс загнали он и 32 там 16 на плечо закидывает дело не в мышцах дело в мозге сереж можно я тебя быстренько дополню это вот как раз то о чем говорил виктор до этого что это так называемые резервные возможности организма на самом же деле мы все живем так называемым сберегающим режиме и многие люди даже не догадываются на что они способны и поэтому вот тема ауто тренинга и вообще вот все любая настройка она может иметь иметь смысл в том числе исходя из того что мы не используем реальные свои возможности как о которых даже не догадываемся да на второй ступень аутотренинг как раз именно это и позволяет а снять вот эти ограничения экономии режима мозг действительно ленивая жопа уначе не любит напрягаться никогда вообще не с полечки и он тебя будет лучше убеждать что ты не мощные ничего не можешь давай лучше полежим на диванчике с сосиской в руках и это внутреннее ограничение мозга то есть это не телесное не мышцы сухожилия не кости а именно мозг просто вот пацаны пацаны вспомнил фрукты надо проф еще кушать фрукты витамины по воду это важно да и что я хотел еще по этому поводу сказать вот по поводу методов серёж я немножко назад извини вернусь по поводу бить я себя в грудь потому что я это вот для себя довольно часто использую то есть вот если я хочу сделать какой-то хороший большой подход на турник если обязательно бью в грудь и пробуждая вот эти самые внутренние ресурсы и это работает то что безусловно как-то бодрее в этот момент становишься и однажды я еще этот прием исполнил перед спектаклем когда служил приходском нашем духовном театре вот и перед спектаклем я воспринимали пацаны я вытянул весь спектакль на ура мне стоя аплодировали все это был бы бенефис то есть тоже прям оскара оскара ну оскара медали ну знаешь мне в моем маленьком мерке этого более чем достаточно было что церковь не аплодирует что еще надо а церковь можно аплодировать вообще ну там дело в том что спектакль то проходил не в самом храме здание курии то есть это административное здание там есть актовый зал вот там вот спектакль давали хочу добавить самих храмов тоже давали спектакли те что были открыть там да в храме хочу про алкашей добавить потому что проблема актуальная как бы для многих ну хотя вряд ли нас смотрел алкаши но все равно у меня есть некая статистика по моим друзьям знакомым значит вот эти все кодирование ну кроме не знают их зашли никто не зашивался именно физически какую-то то ампулу там какой-то или что-то а просто психологическое кодирование она дает просто время если человек не поменял образ жизни и ему скучно без этого то он все равно к этому вернется в любом случае а если серьезные случаи то все-таки помогает этот диспансер помогает люди реально после него меняются но диспансер тоже разные бывает если там чек привезли там вот ничего не сработает лучше всего в этом плане работает шаговая программа вот анонимные алкоголики на религии основана на религии ну в принципе не двигая на вере то о чем мы говорим там нет религии ты можешь там звать высшие силы наш там да хоть этот домовенок кузя запечкает этом неважно вот там сам принцип что я начинаю себе верить доверять и брать через это ответственность потому что пока человек что там называется первый шаг до это признание пока я не принял не признала не взял ответственность за это сделать ничего нельзя человек будет сидеть в глупотильном состоянии и требует себе чтобы вы жалели да и как бы вот так страдать вот если в диспансер привезли то же самое сбросил ответственность на других прокололи ну прокапали мы вышел там там месяцок хорошо первый же стресс срыв все улетел а уже попадает еще опять домой в среду а его вот это самое важное особенно алкаши друг друга ты меня уважаешь да я тебя понимаю ты такой молодец друг друга это самое маленькое зло самое большое зло это то что ну вокруг него там мама бабушка жена пива жена жена его где у каждого свои функции и его функция это быть алкашом быть от грамотводом для жены которые вот она свой крест несет все о нем заботится он собака такая тут мужик выздоровел и баба становится начинает ощущать себя никчемная она не нужна больше начинает упилить и толкать обратно в итоге виноваты бабы виноваты не тут естественно пострадавшие жертвы и и соответственно как бы дали чем выход отсюда там где вход взять ответственно за свою жизнь бабе осознать что она в общем-то сама себя обкрадывает лишает здоровых отношений жизни до играю вот эту вечную жертву да с крестом на руки а мужику то что он такой в инфантильном состоянии все сидит плачется и ну и не не может он не хочет посмотреть на ужас кого он творит в своей жизни но при этом такие браки самые стабильные они довольно стабильно вообще вот эти компенсивные браки на компенсирующие стабильные главное что там функции реализовывались потому что в той же статистике реально те которые бросали они меняли свою жизнь и женщины от них часто уходили они новых находили когда прав молвит слова то уже у нас хочется профу услышь голос его не потихоньку завершать надо до трансляцию но сегодня уже будем завершать поскольку она у нас систематическая такая и затягивайте смысла нет поэтому можно итоги подвести значит что что у нас тут получается сейчас молоко козье раз капуста квашеная 2 на расшатывание матрицы и молоко еще раз молоко десяток яичек еще кофе а то снова козье молоко и кефир на ночь еще от преображенского фруктов то никто не прислал на стейк не прислали неплохо тоже мясо ладно мясо может и можно и без мяса прав прав а вот фрукты надо овощи какие-то там так по ауто тренингу на самом деле мне кажется неплохо так тема раскрыта как минимум для начала а ее глубина скорее всего из-за десяток эфиров раскрыт не будет и возможно вот в этом направлении где-то и ключ вообще в принципе к пониманию этой реальности и реальности наших возможностей поэтому сергей благодарны за информацию также благодарю всех кто поддерживал трансляцию и на этом все всем спасибо и желаю на этом не останавливаться да все таки там еще один шарочек сделать пойти немножечко почитать может быть даже попробовать штука действительно прекрасная очень простая очень эффективно да всем спасибо всем пока всем пока всем пока значит как оттаят трансляции на том канале следите за анонсами пока не оттаяли на этом пока пока значит ну эфир так себе что но объяснили основное самый смысл ну все в тебе все зависит от тебя для порядка есть поток есть внешнее влияние есть обстоятельства и чаще всего именно обстоятельства меняют внешние людей они внутренние посылы но если они есть как бы уже заложены чем-то подготовиться то есть у меня сейчас тоже переломный момент то ли валить то ли не валить но пока еще решение не принял вариант что джопа будет еще в течение восьми лет как минимум про украину сожалению но ехать ехать я пока еще тоже не готов хотя да вот по идее активный человек бы да сказал вот топнул ногой надо ехать взят у меня уже все по уезжали практически даже есть куда ехать но вряд ли меня к ним подселят потому что если они на социалке там в разные села садят и в общем тут есть проблемы опять же деньги нужны для выезда это самое важное потому что ну все пишут что нужны деньги на первое время как минимум до тысяч шесть евро может конечно вообще с минималка уехать как вот люди уезжали но там проблемы начинаются особенно для одиноких потому что те которые семейные мы положены больше было как бы логично одиноких там могут такую жопу загнать что будет не очень там жить и особо развития там не будет потому что я так понимаю там есть какая-то установка что ну как бы действительно так делают чтобы оставались только самые работящие они самые работящие поэтому зовут с этим проблемы это как бы и тут проблема если работящий то и тут работа будет тут начинаются же проблемы с работы как 10 тысяч хотят уже набирать каждый месяц и так далее ну ладно это чисто мои проблемы хотя это не чисто мои проблемы у меня смотрят и а с россии прибирают те же проблемы там по 20 тысяч набирают но короче начинается поэтому тема тут такая была в общем все зависит чисто от выбора внутреннего который надо сделать но тут как маски делают но понятно там пригожим то с пальцами тут без пальцев с расстояния маска не будет заметно близко конечно будет заметно и по размерам головы можно будет судить маска одета или нет примерно таки маска увеличивает объема поэтому двойники и скорее всего живые скоро и заменят община электронных если уже не заменили напоминаю основной мой канал еще забанен может там через неделю разбанят ну и советую смотреть канал забытые руины потому что у него конкретное доказательство оттасовок истории и ну видно что не ручная выборка в частном будет видео ранее у рим к это ракета прилетел стену разбила ну или конечно могла колонна к это упасть но непонятно она бы не так проломил то есть какая-то древняя бомбардировка точно было до потоп на или потоп на ну blackout тоже вот тема что которые я до этого высказывал что готовится но blackout просто я говорю что blackout будет для выманивая может их несколько будет первый blackout будет для выманивания налички а потом глобальный blackout уже мировой какой-то для того чтобы забрать даже цифровые деньги хотя тут он наоборот что начале значит цифровые деньги потом blackout но мне кажется это менее логично как раз начали надо blackout а потом цифровые деньги ну ладно посмотрим что будет но судя по тому сколько ставят всяких автономных станций ветра там офшорные и которые на солнечных панелях учет они такое ощущение что глобальные сети будут размыкать явно не будет глобальных связей как сейчас везде линии что 1 в одной стране что-то отрубилось значит с другой страны туда поступает как сейчас вот с украиной было недавно такого уже может скоро не быть и это как бы намекает на то что будет отрубать целой области и защищать их посмотрим особенно зимой это опасно будет уже анонсирует по 10 часов отключения хотя вроде как станции должно хватать на то но тот объем украины но тем не менее ну про подтасовки от нас а как рисуют невесомость студии уже построили все это на трассах уже давно отработано причем это еще китайцы в их театре это все с цирка идет когда акробаты на трассах были потом всякие эти боевые искусства летающие а по теперь уже и нас это переняли все можно сделать даже старые съемки явно были на трассах ну тут всякие поправки ну каждую неделю какой-нибудь закон на россии выходит в украина не отстает кстати по некоторым параметрам потому что это все глобальные элиты делают вот как раз отключение связи на каких-то определенных территорий если там что-то типа происходит то отключает связь и все и можно защищать территорию и отбирать телефон и все чистить нет интернета нет слива данных он так то есть уже глобально принимают концепцию заси зачистки локальных территорий каких-то которых мы не узнаем чё там а вот это про то что про античность прилетела то просто он историю рассказывал что там табличка конкретно при том что реставрировал не строил как вот приписывают что там значит римляне строили там табличка реставрировал это важно достраивал то есть это до римская получается эти постройки но тут теория теории заговора как пример сговора с корпоративного сгора сговора производителя чтоб лампочки быстрее из строя выходили кстати по лайт лампочкам это тоже заметно первые лампочки которые покупались они служили там по три года перинут на них там вот гарантии дается то на год служит и сдыхает потому что там дроссель какой-то перегорает или конденсатор специально то есть мы раньше ставили конденсаторы которые лучше горели ну правда лампочки дороже стоили раньше но внутренность не изменилась просто сделали так чтобы на год работала и все ну вот обзорное видео про то что сознание народа не изменилось как нужен был царь так и остался то есть эксперимент советской властью все равно не изменил отношение к вождизму без царя в голове нужен царь в голове вот то есть народ не изменился поэтому социальные эксперименты вызывают у меня большие вопросы получается есть какая-то заложенность у народа тому что должен быть лидер обязательно но лидер будет скоро электронный нарисован вечный ну и видео где выборка огромная камня скалы можно конечно сказать что пилили какими-то бронзовыми или медными пилами только зачем тогда такую территорию снимать и потом значит долго шлифовали чтоб ровно было но мне кажется все таки тут выборка даже не кажется скорее всего так и есть это техническое сооружение непонятные непонятного назначения жду видео когда он покажет что внутри ну что для по-любому какое-то техническое сооружение интересно что внутри было но понятно здесь уже то что было вынесли таких вот я не думаю что может где-то засыпанный такие еще и остались но вряд ли что там есть подозрение что те кто этим делом занимаются но понятно управляющие они знают где что находится у них есть старые карты и они все эти места знают поэтому там уже ничего не осталось сожалению интересно все таки что там было внутри потому что явно техническое сооружение с выбранной какими-то техническими средствами неручным трудом скалой чуть-чуть недоделанное тоже интересно но свою функцию дома но выполнил во время потопа а потом куда это все делось что что внутри было ну и шорцы торцы основного шорца вот путин высказался за глобальное потепление что температура повысилась на градус то есть он глобальную поездку исполняет поэтому никакой отдельности отдельного пути россии тут и говорить не приходится ну как арестович рассказывает про 33 раза 33 боевых выхода на тут 33 лишь не просто так и сейчас он с фигеном посрался потому что фиген вроде как кидал на его каналы страйки из-за жадности и теперь и вместе не снимают но это как раз совпало почему-то там видео жди они друг другу глаза демонстрируют вот эти глазки прикрыты то есть арестовича повысили своей должности опять же идет сзади появилась артемида миссии артемида лунная миссия которая будет двадцать пятом году какое-то отношение к не имеет но а к масонству то имеет отношение к космосу явно не имеет а вот к масонству имеет и почему у него бисерты беда непонятно до явно его повысили так как фенгал был лазик он прикрывал и так далее и после этого он начал значит наглеть там матюкаться до избирателя и пытаться себя выставить на следующий президентские выборы и вот после это что-то они с фигеном поздравить посрались ну и всякие приколюхи но города звезды одинаковые практически но кэши каждая звезды город звезда уникально но по всему миру одинаковые и по периодам тоже не совпадает кому-то там приписывают сколько-то до нашей эры кому-то там что построили только буквально при царе уже то есть датировки вообще не совпадают а строение одинаковое ну и опять же все самое важное сейчас шорца потому что ну отдельное видео снимать как бы смысла нет и опять же всякие прилеты вот по чернигов но там проводилась выставка дронов на место не сообщали то есть слили значит данные ну и опять же тут сейчас уже там 117 человек и 37 11 детей но там в некоторых новостях другие были цифры 119 но вы понимаете 119 погибла 6 летняя девочка то есть 6 и там еще 36 ранен то есть там три шестерки получалось 9 11 и так далее но понятно это просто манипуляция с цифрами там реальных данных они в конце уже будут озвучены а кидываются номера лично но все равно как бы проводить выставку момент для туда может прилететь на конечно очень глупо что они совершенно не снимают ответственности за убийство верных жителей расистов вот тут 117 было 119 видел ну она уже обновилась на 19 во первых сегодня 19 08 там было 119 9 и там 36 ну в общем короче нумерология ну и каждый день прилетают от запорожье да на прошлой неделе прилетал в запорожье теперь ну тоже там под запорожье все время прилетает и это очень странно потому что не могут ничего с этими установками сделать с 300 при которой прикрывает панцирь с 1 но в общем как то тоже непонятно непонятно все знают пример оденья находятся но ничего туда не прилетает но или пытаются понятно а рядом 10 на 10 километров но какие-то уж сильно точные данные идут телеграм-каналов обычно вот уже вышли вот уже начинают и так далее и как бы это подготовка должна быть видна с кадрокоптеров если едет такие большие установки едут уголе поле сейчас страдает и орехов в общем все к тому что значит вся среда толкает меня к тому что надо надо валить надо валить но надо валить в общем спасибо за внимание подписывайтесь на канал и и и